Если у вас имеется около 30 тысяч рублей на покупку нового супер навороченного гаджета, а среди претендентов на прописку в кармане значится Samsung Galaxy S4 и HTC One, то перед вами сложный выбор, ведь оба кандидата очень достойные, а выбрать нужно одного единственного. Гаджет тайваньского производителя выполнен из нескольких металлических панелей с пластиковыми вставками на торцах. Такая конструкция является почти монолитной и довольно надежна. Однако в случае проблем с корпусом его ремонт обойдется в копеечку по сравнению, например, с заменой задней крышки у Samsung. HTC One выглядит интереснее и выигрышнее, поскольку замыленный корпус корейца уже набил оскомину за несколько лет существования линейки. Многие поклонники марки Samsung ждали нового дизайна корпуса, но получили почти Galaxy S3. Парни из компании HTC сделали более привлекательный гаджет и даже снабдили его мощными динамиками на лицевой стороне, о которых еще пойдет речь, кстати. А пока подытожу. На наш вкус HTC One имеет более привлекательную внешность даже в свете чуть большего веса. Так как корпус HTC One монолитный, поменять сим-карту можно только с помощью скрепки. Сделать это на ходу будет проблематично, ведь немногие из нас носят в карманах иголки или скрепки. Зато у Samsung это можно сделать буквально за несколько секунд. Кроме того, вы можете установить дополнительную карту памяти, тем самым прилично увеличив объем встроенного массива. Кстати, в случае поломки, заменить батарею у Galaxy S4 можно без лишних хлопот и больших затрат. HTC One оснащен Full HD дисплеем с плотностью пикселей 469 ppi и диагональю 4,7 дюйма. Сделан он на матрице Super LCD 3. Мы будем краткими и скажем, что экран просто потрясающий. Максимальные углы обзора позволяют смотреть видео хоть в переполненном автобусе. Естественная цветопередача позволяет по достоинству оценить картинку, а большой запас яркости дает возможным работу с навигационными приложениями под яркими лучами солнца. Единственная претензия к не совсем глубокому черному цвету, что заметят лишь продвинутые пользователи с орлиным зрением. Автоматическая регулировка яркости работает корректно в большинстве случаев, лишь иногда слишком затемняя экран при работе в помещении. Galaxy S4 с 5-дюймовым HD дисплеем на Super AMOLED матрице на первый взгляд поражает неестественно солнечными цветами. Однако в меню... Сейчас я вам покажу. Дисплей. Режим экрана. Вот. В меню можно выключить динамический режим и включить профессиональный снимок Adobe RGB. Это такой режим, и в нем цветопередача приближается к естественной. Также вы, конечно, можете всегда подкорректировать регулировку яркости по собственному вкусу. Экранчик не такой яркий, как и в HTC One, и с солнечным днем запаса яркости может слегка не хватить. В целом, экраны у двух флагманов находятся примерно на одном высоком уровне и не оставят равнодушными любителей просмотра HD видео и современных игр. На российский рынок будет поставляться две версии Samsung с 8-ядерным и 4-ядерным процессором. Однако первый вариант более интересен для гаджетоманов. И есть за что, ведь гаджет показывает самые высокие результаты в синтетических тестах. Кроме того, ни одна даже самая тяжелая игрушка не тормозит. Процессор Samsung Exynos 5410 на 1800 МГц знает свое дело. А 2 гига оперативки позволят держать открытыми много приложений. В галактике может быть установлено от 16 до 64 гигабайт встроенной памяти, а с помощью карт microSD этот объем можно пополнить еще на 64 гигабайта. Начинка аппарата еще долго будет образцом для подражания. В HTC всем командует 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 600 с частотой 1,7 ГГц при поддержке 2 гигабайт оперативной памяти, естественно. Аппарат уверенно справляется с тяжелыми играми, HD видео и прочими задачами. По результатам тестов он лишь чуть-чуть отстает от Galaxy S4. Так что большинство пользователей не заметят разницы. Но вот не заменить того, что 32 гигабайта встроенной памяти невозможно увеличить с помощью карт. Будет тяжело. Кажется, что для флагманской модели такие странные ограничения недопустимы. В целом, благодаря мощному железу и расширяемой памяти Samsung, конечно, все-таки круче HTC. Благодаря двум динамикам на лицевой стороне и фирменной технологии BoomSound звук мощный и напористый. Честно говоря, такого сложно ждать от смартфона. Для просмотра фильмов можно не использовать наушники, а нужно лишь сделать погромче. Все это прекрасно сочетается с простым в управлении, но очень красочным мультимедийным плеером, который выглядит не хуже, чем в смартфонах Sony. Увы, но Samsung может предложить лишь один негромкий маленький динамик. Хотите музыки и зрелищ? Воспользуйтесь, конечно же, наушниками. С хорошими ушами вы получите мощный мультимедиа-комбайн, правда, греющий руки при просмотре HD-видео. Делу время, а потехе час. И для этого действия мы выбираем HTC One. Как ни крути, качество снимков лучше у Galaxy S4. Скоростная съемка, возможности сочетать фото и видео, наложение различных эффектов у HTC One не смогут заменить более качественных снимков Galaxy. Если вы снимаете на HTC в слегка пасмурный день, то получаете снимки с невысокой детализацией и часто некорректным балансом белого. А в придачу получите неправильную, конечно, цветопередачу. Ну, в итоге, конечно, тайванцам надо срочно брать пример с корейских коллег, не рекламирующих на каждом углу возможности камеры, а просто делающие ее качественной. Подведя итог, можно сказать, что победила дружба, поскольку каждый из аппаратов имеет свои сильные и слабые стороны и какие-либо мелкие недостатки. Но при этом оба гаджета заслуживают внимания со стороны потенциальных покупателей. Нам кажется, что половина из них будет выбирать глазами, а не придирчиво вглядываться в длинный список технических характеристик.